Долгие годы мы привыкли говорить, что письменная литература азербайджанского народа берет свои истоки от героического эпоса Китабида да Горгут, не так ли? После того, как вы посмотрите это видео до конца, у вас сложится совсем иное мнение об этом. Дело в том, что наша письменная литература берет свое начало не с 11-12 веков, когда был написан Китабида да Горгут, а намного ранее, с 8 столетия нашей эры. Факты. В 1934 году в Москве прошел первый съезд советских писателей. На мероприятие были приглашены самые видные мировые литературоведы того времени, среди которых можно было встретить имена Максима Горького, Исаака Бабеля, Луи Арагона, Мартина Андреса Нексе, Жан Ришара Блока, Андре Мальро, Рафаэля Альберти. Азербайджанскую делегацию, которая принимала участие в съезде, возглавлял первый председатель Союза писателей Азербайджана, первый ректор Азербайджанского государственного университета, ныне БГУ, Мамед Казим Алекперли. А вот состав азербайджанской делегации Али Назим, Самед Варвон, Салмам Мумтаз, Мехти Гусейн, Джафар Джаппарлы, Михаил Рафели. Так вот, в ходе своего выступления на съезде, Мамед Казим Алекперли выступает с сенсационным утверждением о том, что, цитата, «Азербайджанская письменная литература берет свое начало с восьмого столетия нашей эры». Конец цитаты. Учитывая тот факт, что героический эпос азербайджанского народа Китавида да Гургут относится к XI-XII веков, возникает вопрос, почему азербайджанский ученый Алекперли в присутствии стольких ученых назвал такую цифру? Ошибка азербайджанского философа? Или все-таки от нас что-то скрывали на протяжении стольких лет? Чтобы найти ответ на этот вопрос, корреспондент Ахарас обратился к внуку брата Мамед Казим Алекперли, Алекперу Алекперу, который проживает в настоящее время в Баку. Совеседник агентства, главный менеджер британского колледжа Азербайджана, предоставил архивные материалы тех времен с докладом Мамед Казим Алекперли на первом съезде советских писателей в Москве. Цитата. «Азербайджанская письменная литература начинается с восьмого столетия нашей эры, а именно с появления на сцены поэтессы Зибейда Хатун, которая творила на турецком, арабском и фарситском языках». Зибейда Хатун, азербайджанка, она писала преимущественно стихи на тюркском языке. Это явствует из книги, вышедшей в Бомбее под названием Рузировшан. Так что мы отнесли возникновение письменной литературы Азербайджана к восьмому веку. Но эта дата является приблизительной. Возможно, что будущие исследователи найдут более ранние источники. Во всяком случае, истории Азербайджана уходят в более древние века». Конец цитаты. По словам Олег Перли, вполне возможно, что в исторических архивах Индии современного Мумбая все еще пылится та самая книга «Рузи Ревшен», о которой говорил брат его деда. «Сегодня у азербайджанских исследователей есть отличный повод для того, чтобы начать поиски первого памятника азербайджанской письменной литературы. Всем известно, как наши враги умеют лепить вымышленную историю из ничего. Почему же мы не можем постоять за подлинную историю своего народа?» – сказал собеседник сайта. Справка. Маммед Кязем Алекперли к 32 годам своей жизни успел стать одним из первых педагогов Дагестана в 20 веке, первым председателем Союза писателей Азербайджана, первым ректором Азербайджанского государственного университета, редактором журналов «Красная Гянджа», «Ингалабе Медениад», «Литературный Азербайджан» и «Маари Фьолу», «Газет дагестанская фугара», «Коммунист», «Вышка», «Литературным критиком», «Доктором филологических наук», а также «Профессором». В ночь с 12 на 13 октября 1937 года в Баку после суда так называемой «тройки», длившейся всего 15 минут, наряду с другими выдающимися именами Азербайджана и всего тюркского мира, Маммед Кязем Алекперли был расстрелян. Продолжение следует...